Здравствуйте, мои милые девочки! Сегодня я хочу с вами поделиться моей радостью, которой я ждала долг, когда-когда она ко мне придёт. И, наконец-то, сегодня это свершилось. Я вам говорила в некоторых видео, что я жду посылочку из Германии. Да, наконец-то это свершилось, и сегодня она ко мне пришла. И я с нетерпением просто хочу её сейчас вместе с вами открыть, потому что я ещё не открывала её. И я не знаю, в каком состоянии, какого качества, что и как, как это всё выглядит, пощупать, потрогать. И сейчас мы это вместе с вами сделаем. Да, как вы уже поняли, я говорю о моей посылочке, которую я очень сильно ждала. Это посылочка от компании Зоева, Заева. Кто как называет, кому как удобно, кто как любит. Достаточно очень лёгкая такая прям посылка. Такое ощущение, как будто там вообще ничего не лежит. Но нет, я думаю, что меня не обманули. Вместе с вами сейчас я открою. Я хочу как раз и вам показать, и кто ещё не заказывал, или которая боится заказывать, или кто думает. Хочу рассказать, да, есть такое маленькое предисловие, как я заказывала. Вы знаете, очень оказалось всё легко. Заказывала я первый раз. Посылка у меня шла ровно 12 дней, хотя многие говорили, что она будет идти там 2-3 недели. Нет, ну может быть так позже что сработало, не знаю, как бы сейчас праздников нет. Но у меня шла ровно 12 дней посылка. Достаточно очень-очень быстро, потому что с сайта iHerb у меня тоже идёт посылка 10 дней. И как бы, ну это нормально, это норма. А с Германией как бы, ну так, да. Значит, заказала, зашла я на официальный сайт. Я постараюсь внизу под этим видео оставить ссылку на этот сайт. Пожалуйста, девчонки, на мошенников не попадитесь, потому что очень много этих сайтов, когда забиваешь там в Гугле, в Яндексе, очень много вылезает сайтов, и непонятно кто, что они, что они себе представляют. Вам нужен чисто германский сайт, он на нерусском языке, но Google вам в помощь, как переводчик. И, соответственно, он вам переведёт и поможет, что как там, ну там всё на английском. То есть, хоть и там как бы Германия, из Германии идёт. Вот. И всё я выбрала, посмотрела, в корзину положила. Значит, если вы набираете на 6,5 тысяч, у вас доставка бесплатна. Заметьте, вы можете скоперироваться с кем-то. Ну, я одна делала. Я за доставку платила, доставка у меня обошлась в 690 рублей, потому что я не набрала на 6,5 тысяч, у меня поменьше было. И тем более у меня так получилось, что я это всё набирала в чёрную пятницу. В чёрную пятницу было минус 25% скидка, и получилось то, что от этой суммы вычлись проценты скидки, вот эти 25, и потом плюсовался уже недостаточно было 6,5 тысяч, и плюсовали мне доставку 690 рублей. Ну, ничего страшного. И всё. Значит, оплатила карты обычно сбербановской, записала свой адрес куда-что, индекс, адрес, там всё легко и просто. И всё. И как бы вы видели, что, допустим, у меня к телефону прикреплена моя карта, и, соответственно, я вижу, что снялись денежки, и всё. Я ждала свою посылочку. Они, кстати, всегда вас сформируют, пришлют вам на e-mail, там запрашивают вашу электронную почту, и будут вас сформировать и говорить о том, где ваша посылка, какой статус посылки, быстро они её собрали, в этот же день, на следующий день отправили, вы не представляете, мне было очень сильно удивительно, потому что всё-таки черная пятница, много народу, или там как бы, ну, всё равно, нет, быстро сработали. И на следующий день отправили, и всё, и под трек-коду вот этому, который предоставляют, ну, вот этот вот код специальный, вы просто отслеживаете, где у вас посылка, в каком месте, и на 12 дней она поступила в моё почтовое отделение, я сегодня забрала её. Итак, приступим. Значит, вот такая вот коробочка, Color Love My Cup. Вот такая вот беленькая, Зоева. Будем открывать вместе с вами. У меня здесь ножик анселярский. Я прям с нетерпением ждала этого момента, чтобы с вами вместе открыть, потому что хотелось именно вместе с вами её открыть и показать, что именно, как там всё они упаковывают, что находится. У меня прям ручоночки чесали, для того, чтобы быстрее-быстрее бы это всё сделать, пока не свершила все свои дела, посылочку я не вскрывала. Кстати, сегодня я обрезала свою косму, решила, короче, постричься к Новому году, сделать вот такую вот стрижечку. Итак, значит, открываем. Всё наглядно, всё перед вами. Сейчас я вам всё покажу. Вот такая вот посылочка, вот такая вот упаковка чёрного цвета с логотипом Зоева. Всё упаковано. Я сейчас постараюсь вытащить эту упаковку, чтобы нам было легче, наверное. Хотя там... Нет, так не получится. Значит, там, наверное, внизу лежат все книжечки, да. Ну, смотрите, значит, будем с вами двигаться так. Вот такая вот, значит, упаковочка. И здесь вот логотип, вот видите, я вот так вот его открываю. Сратенько, конечно, сильно не получается, но всё равно. Немножко посушу. Так. Ага, вот так. И потом мы видим нашу... Вот такой вот наполнитель, чтобы это было... Ну, она чтобы не болталась с коробки, чтобы было бы всё хорошо. Вот такой вот наполнитель. О! И что я вижу? Значит, первое. Сейчас буду показывать, что я именно заказала. Второе. И... Мои кисти. Вот. Вот этот наполнитель, он лежит во всей коробке. Смотрите. Вот видите? Он такой напичкан воздухом. И знаете что? Очень удобно, чтобы ничего не повредилось и чтобы ничего... не было плохо. Так. Там на дне коробки ещё что-то. что лежит. Всё, больше ничего. Коробку убираю. На дне коробочки лежит... Ну, может, я неправильно просто открыла, она наверху должна лежать. Вот такая вот книжечка. Кстати, обратили внимание, что у меня... Вот так немножко сделала ёлочка. Какая красивенькая. Вот у нас такая вот нарядная ёлочка будет на Новый год. Но у меня детишек маленьких нету, поэтому мы решили маленькую поставить. В ней вот такая вот золотая коробочка... Серебристая коробочка. И здесь, конечно, коробочка... Книжечка, извиняюсь. И здесь идёт... Я просто в таком предвкушении. У меня такой даже волнараж какой-то. Я не знаю почему. Я прям очень сильно ждала эту посылку. Я хотела именно попробовать их не тени, их не кисти. Мне прям очень сильно хотелось. И я предвкушение ждала, не знаю как вообще. Ну, фотография. Я так понимаю, самой Зои. Ну и всякие как бы фотографии, которые здесь... Майкапы, кисточки предоставлены. Всё-всё остальное то, что есть. Такой буклетик как бы, да, информационный. И дальше что мы видим? Ага, здесь как бы такая вот книжечка. В книжечке здесь лежит наш... Что мы заказывали. Лежит номинование, что мы заказывали. Да, посылка у меня обошлась уже со скидкой с доставкой 5133,75 копеек. Скидка у меня 25% была. 1481,25 копеек. И 690, как я сказала, у меня обошлась доставочка. Ну, это как бы такая вот книжка, чтобы туда вот вставили, соответственно, ознакомление со всем товаром. Так, с чего мы начнём? Давайте начнём с этой штучки. Эта штучка. Не буду, чтобы там затягивать видео. Я хочу отдельно потом сделать обзор на тени, на кисти. А сейчас просто хочу рассказать, что именно я заказывала. Classic Brush Holder. Это такая подставка для кистей. Мне очень сильно хотелось их не в поставку. Кстати, вот этот вот сайт, который вы должны запомнить. Ну, я ссылочку оставлю под видео. Не фокусируется. Ну, как всегда, открываем. Чёрная такая прям вот коробочка. Хорошее качество картона. Что-то не хочет открыться. Всё упаковано очень качественно, очень добротно. И поэтому тяжело открывается. Ну, такая вот коробочка. Я её сейчас выкину. И вот такая вот подставка. Вот, смотрите. Она такая прозрачная. Очень хороший пластик. Очень такой добротный, толстый. Здесь идёт ихний логотип с той и другой стороны. И идёт вот это разделение, видите? То есть два больших отсека. И вот этот большой, он держится напополам. Что очень тоже мне было важно и удобно, чтобы это было. Потому что, ну, для меня это как бы очень было важно. Дальше. По поводу кистей. Я заказывала отдельные кисти, потому что я не хотела в наборе. Многие кисти у меня есть. У меня вообще кисти в основном тоже когда-нибудь я сниму отдельное видео. По поводу своей кисти, которая у меня есть. У меня кисти от Маг и кисти Реал Техник. И поэтому, как бы, я не стала набор никакие рассматривать и смотреть. У меня, значит, получается пять кистей, которые мне хотелось очень сильно попробовать. И которые для меня, как бы, значимы. Давайте начнём с лица. Первые, ну, две кисти у меня для лица. И три кисти у меня для глаз. Первая кисть. Эта кисть у меня идёт 105-я. 105-я кисть. Они в каждом таком чехольчике находятся. Что очень тоже интересно, потому что этот... Ах, чуть не вылетело. Этот чехольчик, он... Потом можно использовать его в дороге. Ну, что могу сказать, что... 105 написано, да? Люкс Хайлайт. Не выговорю. Значит, всё упаковано, всё хорошо. То есть, кисть плотно наполнена. Никаких там прогалов нету. Стыки всенормальные. Мягкая, очень мягкая. Она вот с конусом идёт. То есть, заострённая. Вот такая вот кисточка. И, как бы, это 105-й номер. Я её специально хотела взять для... Чтобы делать румяшки. Чтобы и под глазки, допустим, этим... Пудрочкой где-то проходить. И матировать, чтобы не фокусировать. Что-то у меня сегодня камера никак не хочет. Надо себя закрыть. Не хочет фокусироваться. Значит, все они находятся в пакетиках. В таких вот чехлах. Чтобы было... Ну, от пыли скрывались. Чтобы хорошо было всё. Достаточно хорошая кисть. Но отдельно я потом обзор сделаю. Чтобы было удобно всё это просмотреть. Вторая кисть у меня идёт в таком же чехольчике. И кисть 142. Она идёт для консилера. Баф. Мне главное, чтобы вот эти вот ручки были очень плотно сделаны. Это для меня главное. Что главное, чтобы были хорошо набиты. Ворс очень мягкий. Не знаю, как будет на лице. Я сейчас как бы... У меня мейкапы, поэтому я это... А так мягкий ворсик. То есть такой хороший. Это вторая кисть. Так. Это для лица. Значит, и три кисти у меня получается для глаз. Первая кисть у меня идёт 228. Все кисти, они получаются полу... Синтетические, полу-натуральные. Ни одна кисть у них нету 100% натуральной. Ну, чтобы 100% натуральности было. Нет. Ну, в принципе, это не надо. Вот такая вот конусом сделана. Кисточка. Красивая. 228. Ну, в практике посмотрим, как она себя представляет. Как она будет работать. Значит, следующая кисть у меня идёт 227. Почему-то на эту кисть налеплена вот эта штучка. А на предыдущие не было. Ну, может быть, так и надо, в принципе. Люкс Софт Дефенер. 227-я кисточка. Тоже очень мягкая. Все кисти тоже, как бы, вот я смотрю, добротно сделаны. Ничего нигде не лезет. В принципе, как бы, всё хорошо. И последняя кисть тоже для глазок у меня получается кисть 231. Очень хотела её, потому что эта кисть, она у меня есть меньше вариант. Вот 231. Она такая, как карандашик. У меня есть такой карандашик от Мак. А это более удлинённый, чтобы можно было прорисовывать складки. Эти, если мы, получается, в складке будем тушевать. Вот 228-я. Да. Ну, и 227-я тоже. Посмотрим, как у нас всё пойдёт. А это вот закладывать как раз отдельный какой-то темп, пигмент. То есть, да, чтобы тушевать можно было. Тушевку сделать. Вот это всё в классном вообще состоянии. И очень всё качественное. И так что не бойтесь. Я знаю, что были отзывы. Бывают вот такие вот штуки. Ну, как бы, вот в этом месте они расходятся. И некачественно сделаны. Ну, я наглядно при вас показываю. И всё, в принципе, всё удачно сделано. Всё замечательно. Как пойдёт потом после мытья, будет всё видно. Всё расскажу на своём опыте. Пока, в первых впечатлений, очень классное. И, соответственно, ожидаемое... То, что я ожидала, то и получила. И то, что я заказала, это палетка теней. Вот такая вот палетка теней. Это у нас идёт натурал... Натуральная палетка. Вот так. Сейчас посмотрим, какие у нас там оттеночки. Упакованы всё тоже классно. Ну, прям, знаете, так профессионально, конечно. Такая вот она вот. Картонка очень красивая. Добротного качества картонка. Вот так вот она снимается. И вот сами тени. Тени, тени, тени. Тени такие достаточно хорошие. И... Вау! Блин, доченьки, это просто бомба. Это мои тени, посмотрите. Это просто мои тени. То есть те оттенки, которые очень сильно люблю. Кофейные, коричневые. Это как дневные, так и вечерние. Смоки можно делать. Всё, что хочешь. Натуральные. То есть кофейные, коричневые. Нюдовые. Вообще классно. Классно, классно, классно. Ну, вот эти все сводчи и оттеночки я вас познакомлю в отдельном видео и расскажу. Это одна ещё моя следующая, так сказать, палетка теней, которые я, наверное, точно буду очень сильно любить и обожать. Потому что сейчас, в данный момент, у меня есть моя любимая палетка. Я вообще люблю тени Мак очень сильно. Я люблю их, мне пользуюсь. Ну, вот это моя тоже из любимых палеточек. Too Faced. И вообще, если вы хотите, чтобы я сделала такой обзор своих палеток, своих теней, то есть со сочами, пожалуйста, напишите в комментариях под этим видео. Я обязательно это сделаю. И обязательно сделаю отдельное видео на эту палеточку. Обязательно. Вы не представляете, какая это красота. Ну, по качеству, я думаю, что тоже очень всё классно, судя по отзывам многих-многих людей. Но первое впечатление, это просто бомбически. Это просто ещё раз вам покажу. Это просто бомбически. Классно вообще, девчонки. Кто сомневается, боится, думает или хочет заказывать, поверьте, это стоит своих денег. Палетка стоит полторы тысячи. Это не так дорого, потому что, ну, Too Faced стоит дороже, Mac стоит дороже. А качество, ну, я не спробовала в практике, попробую, но по отзывам качество на одном уровне. И также кисточки. Mac кисти сейчас, я взглянула, там в два-три раза дороже. Это вообще, ну, как бы нету смысла за ними гнаться. И ничем не вступают эти кисти, на первый взгляд, именно вот Зоевой кисти. Посмотрим, как будет в практике, как будет. Вот так вот они вот стоят у меня вот в таком. Ну, я ещё другие свои кисти поставлю, которые у меня есть. Вот так вот будут стоять. Очень сильно хотела эту подставочку. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что заглянули на мой канал. Я была рада вас видеть, слышать. И не забывайте, пожалуйста, оставлять свои комментарии, свои пожелания, свои отзывы. Может быть, рекомендации, чтобы я попробовала какие-нибудь другие тени. У меня там есть ещё одна задумка заказать ещё посылочку. Там есть другие тени смоки. Мне очень хочется тоже её наглядно как бы посмотреть и использовать. Поэтому, девчонки, если вы хотите, чтобы я снимала какие-то другие видео, связанные там с палетками или с кистями, или с парфюмерией, или ещё что-то, пожалуйста, оставляйте свои запросы. Я обязательно всё это выполню, расскажу, поделюсь своим опытом, своим отзывом. Я была рада вас видеть, слышать, ощущать. Всего вам всего-всего-всего-всего хорошего. И делайте себе подарки. Обязательно такого плана подарки нам, девочкам, что нам очень-очень интересно и важно. Сделайте себе подарочки. Заглядывайте на мой канал. И всем всего хорошего. Пока-пока.